Седьмой Всероссийский съезд аритмологов проходил с 1 по 3 июня в Москве. Традиционный национальный аритмологический форум был организован несколькими профессиональными обществами во главе с Всероссийским научным обществом специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции Институтом хирургии имени Вишневского Минздрава России. Как отметил в своем выступлении на открытии съезда его президент Академик Амиран Шатаевич Ревишвили, аритмология объединяет несколько специальностей, а меняется очень быстро. Каждые 3-4 года съезд принимает обновленные клинические рекомендации. В этом году мы будем обсуждать новые рекомендации по диагностике лечения фибрилляции председей. Там есть новшества, связанные с лечением этой аритмии. Кроме того, мы обсуждаем показания к электрофизиологической диагностики аритмии, лечения аритмии у детей. Будут аспекты связаны с профилактикой внезапной смерти впервые. Такой крупный будет раздел. Ну и я сказал бы мониторы. Имплантированные мониторы и отдаленный мониторинг, который очень важен для нашей огромной страны. Так что есть много вопросов, которые требуют абсолютно проголосовать. Затем это переходит в Национальную медицинскую палату и в Минздрав и принимается общее решение о внедрении как руководства к действию. В этом году мы планируем, как всегда, более там 1500 гостей. Ряд ведущих наших лидеров американских, европейских, итальянских, французских присутствует сегодня здесь. Вот наш почетный гость профессор Джеймс Какс. Сегодня исполняется 30 лет первой его операции «Лабиринт». Это лучшая операция для лечения мерцательной аритмии, кстати. Ну и 15 лет общества аритмологов. Вот на самом деле мы были… Собственность, что было создано в 2002 году. Надеемся, очень надеемся, как главный хирург страны говорит, и президент общества аритмологов, что специальность врач-электрофизиолог, аритмолог появится. В разработке научной программы съезда принимали участие международные профессиональные организации, такие как Всемирное общество по аритме, Европейская ассоциация сердечного ритма и Европейские общества кардиологов и аритмологов.